Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущего грабежего даровав. Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущего грабежего даровав. Бог Господи, явися нам, Благословен гряды во имя Господне, Исповедайтесь, Господи, века благо, Яковек, милости Бог. Бог Господи, явися нам, Благословен гряды во имя Господне, Противлявся им, не уронившись, Свои побед дела Господня, Аминь и Божий, и Божий, и Божий, и Ждущий, Всей бы с Богом Богу, Господа, Присядь в небе, Свои честны, в наше имя Господне. Не спретиться верни Божественному и причудному образу Презвятые Бога Матери, Напаяющий верных сердца, Небесою неубиваемой, Чашуе своего милосердия, И людям верным чудесам показующей, Я же мы, видящие и слышащие, Духовно празднуем и тех, Белый Пиев, Младычице ты, милостивая, И сцели наши недугие страсти, Моляющий, Сына твоего, Христа, Бога нашего, Спаси души наши. И, Святая Богородица, Спаси нас! И, Святая Богородица, Спаси нас! Слава Господи, Сына и Святому Духу, и ныне пресно и вовеки вековами, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Господи, Сына и Святому Духу, и ныне пресно и вовеки вековами, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Господи, Сына и Святому Духу, и ныне пресно и вовеки вековами, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Господи, Сына и Святому Духу, и ныне пресно и вовеки вековами, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Господи, Сына и Святому Духу, и ныне пресно и вовеки вековами, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Господи, Сына и Святому Духу, и ныне пресно и вовеки вековами, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Господи, Сына и Святой Богородица, спаси нас. Господь имен, он мир. В одни он и восставши морям, иди в горнице, чанем уград и уголок, и в ниде дом Захарин, и целовай Лисовет, и быть я бы услыша, Лисовет, целование Марийно. Заграйся, младенец, в очреве я, и исполнися, Духа, святой Лисовет, и возобеглась им велием и рече, Благословена ты в жена, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди, мать Господа моего, ко мне, себа якобы из глаз, целование твоего в уши мое, Заграйся, младенец, радущий милый, в очреве моем, и блаженна вера, что я бы будешь в совершении благолония от Господа, и рече, Мариам, величи, душа моя Господа, и возрадовайся, Дух моего, Господи, спаси моем, яко призре на смирение рабов твоей я, себа отныне блажат на все роди, яко сотри мне величие сильное и святое имя Его, прибыль же, Барям, с ней ехать три месяцы, и возвратися в дом свой. Слава Тебе, Господи, и слава Тебе, и святая Богородица, спаси нас, и святая Богородица, спаси нас, и святая Богородица, спаси нас, Слава Цын, Сын и Святому Духу, имени Пресной и вовеки вековами, Пресвятая Богородица, спаси нас, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Цын, Сын и Святому Духу, имени Пресной и вовеки вековами, Неимовыльные помощи, неимовыльные надежды, Разбей Тебе, Владычице, Ты нам помоги, На Тебе надеемся и доброю хориться, Твои воли мы раби, да не постыдимся. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, Молимся, услыши, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриарсе Кирилле и о Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Артемии и все его Христе братья нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимей стране нашей, О властях воинстве и народе, Да тихо и безмолвное житие поживе, Во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире здравии и спасении, Посещении и прощении, оставлении грехов, Всех, где предостоящих и молящихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молимся за всю братью и за вся православная христиан. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, спаситель наш, упованье всех концов земли, Сущих море далече, и милость их, милость их, Будем, Владыка, висит наших, и помилуй, мы. Милость их, бой человека, любит Бог и си, И тебе славу рассылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и призма, и во веки веку. Аминь. Бог, пресвятей, Владычицы нашей Богородицы, С умилением сердец наших, помолимся. Креста и Богородицы, спаси нас, Царица моя, преблагая, Надежда моя, Богородице, Приятели четверых, изданных предстательницей, Скорбящих радостей, Победимы покровительницей, С дыши мою беду, С дыши мою скорбь, О мой зиме, я ко небручью, О готыня, я ко странам, О беду мою беду, Разрешит у я кого лиши, Как о немовыны я помощи, Разве тебе, Ветные предстательницы, Не плаги, а утешительницы, Того, как тьме, о Бога Мати, Я куда захоронившим я, И Бог, крыльевший веки веков, Аминь. И мудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас, Честнейшую и хирургим, Славнейшую и славнейшую, Славнейшую и славнейшую, Безыстрения Богородицы, Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица, Слава Тебе, Христе Божий, Упование наше, Слава Тебе, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И пресна и во веки веков, Аминь. Господи, помилуй, Господи, Помилуй, Господи, помилуй, И освященнейшую и благороду слави. Христос истинный Бог наш, Молитая Пречистая Своей Матери, Преподобный Богоносный Отец наших И всех святых, Помилуй, Ты спасет нас, Як облах и человеколюбец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С праздником, дорогие братья и сестры. Смотри, вы подождитесь. Хочу вас поздравить с престольным праздником, Хочу вас поздравить с теми праздниками, которые были. Наши братья приезжали вас, Поздравляли, утешали. Я, к сожалению, не смог, немножко приболел. Все мы носим плоть, И эта плоть, бывает, проявляет свою немощь. Вот, поэтому мы подчиняемся тоже естеству всем. И хотел бы вас еще и поздравить. Еще отдания Пасхи не было. Поздравить с воскресением Христовым. Потому что мало того, что каждое воскресенье нам напоминает о воскрешенном Христе. И сам день этот воскресенье называется именно в память о воскресении Христово. И сейчас идет еще попразднство этого великого праздника, на котором держится и этот праздник является краеугольным камнем всего христианства. Потому что, как говорит сам апостол, что говорит, если Господь не воскрес, то тщетно наше веро. Но Господь воистину воскрес и даровал нам жизнь вечную. Он прошел и разорвал узы смерти. То есть, вот первого Адама, который согрешил, и понес эту клятву Божию, наказание за отступление, смертью умрет. И умер он не сразу, мы знаем, по плоти. Душа сразу оторвалась от общения с Богом. Это первая смерть, смерть духовная, смерть души. А вторая смерть, я спеть по плоти, и он прожил тогда, кто знает, 930 лет. Потому что допотопное человечество жило очень долго, и были крепкие тела, и были все выносливые, и эта цивилизация людей была достаточно могучей. Но Господь призрел на их сердца, посмотрел, потому что Господь видит не на плоти, не так, как мы одеты, не такие, какие у нас прически, не какое у нас молодое тело. А он смотрит на нашу сердце, и видит, что если там только охоть плоти и гордость житейская, как он призрел на первое это человечество допотопное, и навел потоп, и эти очистительные воды, 40 дней мы знаем, длился дождь, смывая грехи человека. Потому что было все усложнение воды, вся цивилизация, все развитие было на то, чтобы служить удовлетворению плоти. И как печально осознавать, но сейчас мы тоже приблизились, наверное, к тому же состоянию, в котором было то первое допотопное человечество. Если апостол говорит, что первое человечество сохранялось для испытания водой, то второе, после потопа, а сохраняется для испытания огнем. Но мы знаем, что все дела пройдут земные, и все завоевания земные пройдут, и мы будем испытаны только на наши добрые дела. И каждый из нас, который живет здесь, на земле, несет бремена, те, которые Господь дает, то есть крест свой, каждый христианин несет свой крест. Это то, что дал Господь ему по жизни перетерпеть. И если он достойно по заповеди перенесет, оставаясь человеком в любой ситуации, то Господь ему дарует жизнь вечную. То, что и он прошел, на кресте пострадал, как говорят, да, Господь претерпел и нам делил. Поэтому, если мы останемся верны западным Божьим в любых ситуациях, в любых испытаниях, в немощи старческой, или в немощи телесной какой-то, в ограниченности движений. Вот, Матрона Московская, здесь иконочка, да? Знаете ее, наверное, шетенька. Ведь она была ограничена, она слепенькая была, она не знала, не видела света Божьего. Она была ограничена и в движениях, мы знаем. Но какой силой Духа она обладала, какими чистыми очами она была наделена и награждена Богом за свою благочестность и чистую Духу. Что она помогала больше те, которые руки, ноги имеют, но она силы больше имела и помогала им. Они приходили к ним. Даже если вы знаете, что Сталин тоже к ним приходил. Есть такое, значит, воспоминание, что через водителя он в самый трудный момент вспомнил, что он учился в семинаре, вспомнил, что есть Бог. И даже такие люди, великие и самодержавные, как он, диптатор, как его называют сейчас, он вспомнил, что он тоже немощен. И покидать ему Москву или нет? И вот он обратился к этой великой старице, и она духом почувствовала и увидела, кто к ней пришел. И повелела, говорит, что Господь не отдаст Москву. И говорит, вы победите, то есть Россия победит в войне, ты же оставайся, говорит, и не покидай Москву. И он это все выполнил. И храмы открыл, мы знаем, и патриарха вернул. Восстановлено было патриаршество. И многие священники были возвращены, и отслужены были молебны, просительные перед Христом Богом нашим. И вы знаете, что Господь откликнулся на покаяние, откликнулся на мольбу всего народа, на плач матерей, жен, детей. И послал в помощь, как немцы говорят, под Курском вам помог генерал Грязь, под Москвой генерал Мороз. Видите, какие генералы у России есть? Это ангелы, архангелы целые, которые управляют стихией. А вот такие скромные труженики, молитвенники, как Матрона, она тоже, наверное, духовно генерала. Они упрашивают Бога, и Господь свою милость являет после наказания. За что? За покаяние, за долю чести, за чистоту. Так и в наше время, если мы будем каяться, если мы будем... Ведь покаяние, это же изменение жизни нашей. Я рассказывал такой случай, когда мы строили храм еще первый, когда я только пришел к вере. У нас было много таких горячих сердец, молодые мы все были, 28-30 лет. И строили храм в Алмате. И там приходила женщина, еле ходила так, такие вот костыльки, вот она еле передвигалась. Ее разбил паралич. Была очень активный корреспондент, бегала везде. Значит, такая энергичная женщина, достаточно молодая. И тут ее паралич разбил. Естественно, когда она была активна, ей было не до Бога, у нее было очень много других дел. И туда сбегать, и там интервью взять, и там описать, и все. И казалось бы, без нее ничего не может произойти. Она везде должна быть в курсе. Но Господь, глядя на ее сердце, наверное, по молитвам может ее каких-то дедов, может таких же благочестивых старец в роду, говорит, потому что, милость моя, до тысячи родов, Господь говорит, продлевается на человечестве, на народе. И он помиловал ее, и она стала недвижимой. Три года она вообще приколна была. Она через это смирилась. Сначала, конечно, всех докторов испытала. Все, что могла, сделала, ничего не поддается. И ничего они не могут сделать. И тогда только она вспомнила о Боге. Начала исправление жизни своей, каяться в грехах своих. И Господь через три года ей дал движение, чтобы она только смогла до храма дойти и обратно. То есть, такие небольшие палочки, с ними, я помню, ходила все. И приходит она через уже лет пять, она два года или три была в храме уже после этого. И приходит и говорит, отцу Александру, сейчас он владыка Севастьян Карагандинский. Говорит, отец Александр, ну как же так? Говорит, я уже, говорит, сколько в храм хожу, посты соблюдаю, молюсь. Ну, вроде уже все, святая, можно сказать, да? Уже все благочестиво делаю. Ну, почему Господь меня возвращает, говорит, то мою вот предкость мою? А он мудро посмотрел на меня, говорит, Татьяна, говорит, а ты рассуди, честно, признайся. Если тебе Господь сейчас даст, говорит, всю полноту, той энергии, которая тебе была, будешь ли так ходить же часто, говорит, в храм? Она подумала, говорит, наверное, нет. Меня, наверное, опять как закрутит, я и туда побегу, и туда, и туда, и забуду опять про Бога. И а к чему я так говорю? Чтобы мы не роптали той участью, которую нам Господь дает. Чтобы мы смирились с этой участью, да? И вот как Матрона Московская, взывали, говорит, Боже, помилуй меня грешно. Значит, на то буря Божия. Значит, Господь уберегает меня от больших, может, каких-то грехов предохраняет. Или просто для некоторых дает этот крест понести, чтобы потом, как венец мучениства и награду в Царстве Небесном дать. Мы этого не ведаем. Поэтому просто нужно относиться к тому, что Господь по жизни дает, как к благодеянию, как ни странное. Потому что по плоти, естественно, мы вроде хотим избавиться от всех скорбей, от всех болезней, да? Но, если мы понесем эти скорби и болезни, это будет Царство Небесное для нас венец славы. Потому что мы ради Христа понесли. И Матерь Божия, это ходатайся. Она всегда простирает руки перед Богом, для того, чтобы мы не ослабели в нашем земном пути. Я смотрю, у вас это прекрасный храмик, такой, с такой любовью сделанный. Здесь легко молиться. Я говорю о Церкви, и как раз всем здесь, кто трудился, видно, что очень с любовью сделано. И приглашайте, говорю, буду служить вас в Литургии, как согласовать время. Многие икон смотрю, посвященные Матери Божьей. Вот какое-то особое здесь присутствие Матери Божьей, особая забота. Поэтому вы знаете, помните всегда, что Матерь Божья вас всех любит. Вы все чадо для нее. Вы все дети ее. И она наша Мать. Потому что Господь в лице Матери Божьей, получается, восстановил и удочерил все человечество. Помните при кресте, как он еще будучи на кресте, молчимый, воззвал Киану, Богослову, любимому ученику, и сказал, говорит, чадо, все Матери Твоя. А ей сказал, говорит, все чадо Твои. И отцы говорят, церкви, что, говорит, вот в этих словах, Господь как бы передал все человечество Матери Божьей. Мы теперь имуем великую заступницу. Вы знаете, как в семье. Отец бывает строг, и если мы что-нибудь нашли, вот, будучи еще мы детьми вспоминаем, да, то куда бежим-то? К мамке. Папа-то, может, лозина еще даст. А мамку, если мы упросим, умолим, вот, уговорим, то не только, скажем, прощение получим, а то еще и утешение. Я помню, тоже ребенком был, не знаю, первый, второй класс, уж не помню за что, но нашалил. И, значит, по тем обычным, еще сейчас, наверное, так, уже привиденальная юстиция наказала при родителе. И отец меня в угол поставил. Говорит, встать в угол, все, значит, отвернись. Говорит, ух, я тебе, говори, сейчас, как меня, говорит, ставили. Меня он просто на коленке поставил в угол. А он, говорит, а меня там на горох ставили в свое время. А то еще и на соль крупную, там, как будто, так, побольнее было. Но уже, меня так уже не ставили. И вот я стою, помню, хлюпаю, там, плачу, а мама, значит, пирожки печет. И, значит, отец, все, вот, стой до вечера, там, я стою, хлюпаю. Вот. Слушай, мама идет, подходит, табуреточку ставит, значит, пирожочки. Ну, сыночек, говорит, ну, вот, покушай. Я же разворачиваюсь уже, и сижу, номинаю эти пирожки, теплые, хорошие. Ну, Коль, ну, ладно, ты уж его прости, там, так далее. Ну, ладно, хорошо. Я уже такой довольный, значит, уже там сначала к маме, потом, значит, уже к папе, потому что папа тоже умягчился, там, ходатайся на Матерь Божья. Вот к чему вы говорите, да? Что вот эти строги, как и Господь бывает строг к нам, и какие-то наказания она дает. А Матерь Божья есть Матерь Божья. Нет такого греха, который бы по молитве Матери Божьей не простил бы Господь. Поэтому молитесь, просите Матерь Божьей, и она согреет сердца ваши. Она даст вам терпение, она даст вам мужество, и понести до конца тот крест, который нам Господь даровал. А понеся этот крест, мы войдем в жизнь вечную. В жизнь вечную. Уже в том теле будет человечество все, спасенное человечество, в котором воскресе сам будет Ход. Это солучистое тело, в котором видели Мария, Пандолина, первые жены мироносицы, которые увидели, возвестили всему миру, чтобы Христос воскрес. Это уже бессмертное тело. Это тело, которое не будет иметь тление, которое не будет подвержено болезням. И это уже равно ангельское пребывание человека. А для этого нужно только немножко потерпеть. Потерпеть и иметь чистую веру и любовь к Богу. Если мы хоть маленький шажок делаем навстречу к Богу, то Он десять нам делает навстречу. Поэтому помощи вам, Божьи. Крепости душевных вам и телесных сил. И хотелось бы мне поздравить вас с этим пистольным праздником вашим, с вашим таким знаменательным событием. И вручить вашему руководителю, Татьяне Яковлевне, эту святую икону. Пусть она займет тоже это место в этом прекрасном храме. И осеняет вас своей благодатью. Спасибо, Господи. В помощи Божьей. Ну, наверное, покрепить. Но у нас им, ветеранам, я не сподобился, говорю, быть. Я хочу вам подарить, ну, наверное, вам, да, Татьяна. Возьмите. Это чайный сервис, чтобы они пили чай, общались друг с другом, поддерживали себя теплотой своих душевных сил друг друга. Потому что Господь сказал, носите тяготы друг к другу. По помощи вам, Божьей. С праздником всех. Спасибо. Покрепим. Есть ли? Да? Еще соединяешь. Нет, да? Есть. Есть, да? Давай. Сейчас оплю. И приложимся все. Крапива есть? Угу. Сейчас. Плевать будет. Плевать. 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 Смартус. Ну, давай. Камеру не залью. Вода это как символ Духа Святого. Мы крестимся в воде. Проскоди. Проскоди. Христос воскресе. Христос воскресе! Остальные, подходите сюда, к Христу. Песня. 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 Воскресе, мы идем, воскресе. Продолжение следует...